Здравствуйте! В эфире новости Бавлов. Сегодня мы расскажем о том, что произошло в районе за неделю. С вами Симбия Климина. Коротко о главных темах выпуска. Озеленяют город. На улицах Бавлов высаживают хвойные деревья. Они удобно подходят для подстригания и создать идею живую изгородь. Внимание, каникулы! Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Я обращаюсь к вам с убедительной просьбой не экономить время и силы на ежедневном, на пути своих детей. Запах родного дома. Бавлинка печет пирожки для бойцов СВО. Самая большая партия была, вот, крайний раз отправляли, когда с афганцами. Там почти 300 штук было. В этом году город преобразился еще больше. Благодаря масштабной посадке 235 крупномерных ели голубой породы. Это проект, реализованный благодаря финансированию из разных источников, в том числе и средств, выделенных на природоохранные мероприятия. Подробности в нашем следующем материале. Вот так выглядит пока территория возле многоквартирных домов по улице Куйбышева. Здесь силами жилищных организаций снесены ветхие заборы. А в скором времени планируется высадка ели голубой породы. Работу по посадке хвойных деревьев ведут сотрудники Бугульминского лесхоза. По их словам, чтобы ель хорошо прижилась и росла, нужно много влаги. Начало октября было достаточно бедное на осадке. Вся надежда на конец месяца и ноябрь. Если приживется это хвойное дерево, может быть и уникальным центром композиции, и неброским фоном, и надежной живой изгородью. Выбрали голубую елью, тоже советую с лесхозом нашим местом. Они удобно подходят для постригания и создать ее живую изгородь. Тоже хотели сначала кустарники применить. Но кустарники зимой тоже листья падают, и сорна, а все-таки из ели. Это связано с тем, что раньше были, если помните, такие старые, неприглядные уже заборы. Не только даже старые неприглядные, а самое страшное было, что они уже были аварийные. Даже когда здесь силами обслуживающих организаций, жилищных управляющих компаний сносили заборы. Некоторые даже рукой толкнули и упали. Поэтому это было тоже, во-первых, аварийно. Ну и самое главное, что мы хотели прийти к этой эстетике. Эта идея уже давно назрела. Кроме того, благодаря поддержке нефтяников в городе и районе высажено порядка 500 саженцев сосны. 400 штук в городе по улице Садовой и 100 в селе Васькино по улице Молодежная. Также по программе природоохранных мероприятий в городе планируется высадка еще 150 елей. В таком же количестве нефтяниками будут посажены в черте города саженцы сосны. Айгулька Днрафикова была от меня, зав. Бавлинское телевидение. В Бавлах завершили благоустройство родника Шихвали на улице Набережная. И его теперь не узнать. Территорию полностью преобразилось благодаря усилиям сотрудников общества «Татнефть-пресс-композит». Родник носит имя первого жителя улицы Набережная Шихвали Валяхметова. В 1955 году он принимал активное участие в благоустройстве территории. Сейчас напротив родника на улице Набережная живут его дети. А кипарисовые тополя, которые растут рядом с родником, были посажены супругом дочери Шихвали. Они продолжают ухаживать за родником и сохраняют добрую память о своем отце и дедушке. А благодаря усилиям сотрудников общества «Татнефть-пресс-композит» этот природный источник полностью преобразился. Работы начались еще несколько месяцев назад. Была проведена полная очистка территории, разобраны старые конструкции и установлены новые элементы. Опоры освещения, модульные быстросборные композитные площадки из решет шатых настилов, скамейки и урны для раздельного сбора мусора. Также при благоустройстве применены новинки компании – композитные винтовые сваи. Помимо того, что среда, которую мы создаем, должна быть удобной для людей и комфортной, здесь еще была история о том, что мы должны максимально переплести нашу продукцию с природой. И даже применение настила, оно же не только с практичной точки зрения обусловлено, но еще и эстетически. Мы видим точно так же с вами, что внизу щебенка, вода. То есть это все позволяет нам не прятать природу, а наоборот показать, подсветить. И даже опоры, которые мы установили, вот эти вот высокие, они тоже на самом деле, мы максимально за счет света их попытались спрятать, чтобы они не бросались в глаза. Но и в то же время они также будут нести свою функцию долгие-долгие годы. Все изделия, которые были использованы при благоустройстве родника, устойчивы к коррозии и химическим воздействиям, долговечны и экологичны, благодаря чему они требуют минимального обслуживания и способны долго сохранять свой первоначальный вид. Все это делает их идеальным решением для прибрежного, гражданского и промышленного строительства. На приемку выполненных работ прибыла комиссия из компании «Татнефть», в состав которой вошли представители управления охраной окружающей среды и промышленной безопасности. Комиссия высоко оценила качество выполненных работ, в том числе инновационное применение композитных материалов, включая стеклопластиковые трубы, произведенные на Бавлинской площадке. Здесь все исполнено из их собственной продукции, композитных материалов, которые представлены при благоустройстве. Это очень радует, и я думаю, это и должно быть использовано в дальнейшем на наших родниках. Благоустройство родника продолжится. В будущем планируется высадка декоративных растений. Сотрудники «Татнефть» и «Перескомпозит» уверены, что данный опыт можно будет активно применять и на других объектах, продолжая заботиться о природе и создавая комфортные условия для людей. С 28 октября у школьников начинаются осенние каникулы, а это значит увеличивается число несовершеннолетних на улицах. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции с 21 октября по 6 ноября проводится профилактическое мероприятие «Осенние каникулы». В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проводят в образовательных учреждениях профилактические беседы с учащимися и их родителями. С момента старта акции автоинспекторы уже посетили несколько школ. В том числе они побывали и в Козыльярском детском саду. А где пешеход проходит? Где пешеход? По данным районной госавтоинспекции, за 9 месяцев текущего года на дорогах Бавлинского района 4 несовершеннолетних ребёнка получили ранения. В связи с обострением ситуации с данной категорией участников дорожного движения представитель ГАИ обращается к родителям с просьбой не оставлять без внимания детей. Уважаемые родители, заканчивается первое четверть учебного года, у детей начнутся каникулы. В это время, как правило, возрастает количество ДТП с участием детей. Я обращаюсь к вам с убедительной просьбой не экономить время и силы на ежедневном, на пути своих детей, быть внимательными и осторожными, провожая их на улицу. Прошу вас ещё раз изучить с ребёнком и объяснить ему, как правильно и безопасно перейти дорогу, как вести себя во дворе. Обратите его внимание на опасные участки дороги, строгое соблюдение требований сигналов светофора. Обязательно напомните, что, переходя проезжую часть, никогда нельзя отвлекаться на разговоры по мобильному телефону, написание сообщений. И, конечно, переходить дорогу следует только по пешеходному переходу, убедившись в собственной безопасности. Автоинспекторы акцентируют внимание и на ношении светоотражающих элементов на одежде, ведь сокращается длительность светового дня. Расскажите ему о пользе световозвращающих элементов и позаботьтесь о том, чтобы этот полезный аксессуар всегда был у ребёнка с собой. В условиях сокращения светового дня, а также в связи с дорожными ситуациями, вызванными неблагоприятными погодными условиями, госавтоинспекция по Бавлинскому району призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и использовать световозвращающие элементы. Не останутся без внимания сотрудников госавтоинспекции и малолетние пешеходы, игнорирующие требования правил дорожного движения. Информация о юных нарушителях будет передаваться по месту их учёбы для дальнейшей профилактической работы с ними. Продолжим тему безопасности дорожного движения. Гидрометцентр Татарстана в выходные прогнозирует мокрый снег. А это значит, что на дорожном покрытии образуется гололёд. И стоит подумать о замене летней резины автомобиля на зимнюю. С наступлением холодов и выпадением первого снега безопасность на дорогах становится приоритетом для каждого водителя. Одним из ключевых аспектов обеспечения безопасности в зимний период является замена летней резины на автомобиле на зимнюю. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не откладывать это дело. Сейчас, когда температура воздуха стабильно показывает плюс 5, плюс 7 градусов Цельсия, целезообразно переобуть свою машину. Ездить на летней резине становится опасным. Уже при такой температуре воздуха она теряет сцепление с дорожным покрытием и становится жёсткой. Важно своевременно позаботиться о смене типа шин и не выезжать на автомобиле, если он не подготовлен к движению по гололеду. Как отмечают специалисты, замена резины на зимнюю – это не только требование правил дорожного движения, но и залог вашей безопасности на дороге. Правильно подобранная и установленная резина обеспечит вам уверенность и комфорт за рулём в зимний период. Семьяк Климина, Булат Минязов, Бавлинское телевидение. Большой опыт работы в органах внутренних дел, высокий профессионализм, неумение оставаться в стороне и быть неравнодушными. Бавлинские ветераны МВД помогают защищать закон и порядок на улицах, пока сотрудники полиции нашего района обеспечивали безопасность на саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября. Ветераны работали под руководством заместителя начальника полиции по обеспечению общественного порядка Юрия Козлова. Перед началом дежурства с членами ДНД провели инструктаж, объяснили ориентировку и оперативную обстановку на обслуживаемом участке. Отряд народных дружинников, а именно ветераны МВД во главе с Хамитом Занимбуддиновым активно участвуют в деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности жителей на территории города. Мы сегодня, ветераны, собрались для несения службы, для усиления по охране общественного порядка города Бавлы. Потому что наши сотрудники уехали в командировку в город Казань, где проводятся мероприятия БРИКС. Это у них 22 по 25, по 24 мероприятия, но наши будут служить. И мы должны здесь помогать нашим сотрудникам по охране общественного порядка. Вот сегодня первый день у нас идет развод. Сколько человек здесь и внизу? Ну, думаю, за этот период мы постараемся, чтобы не было происшествий, чтобы наш народ, наши жители видели, что ветераны МВД еще живые, могут нести службу. Во время несения дежурства члены ДНД осуществляют охрану общественного порядка, проверяют подозрительные лица, выступают в роли понятых при составлении административных протоколов. Раньше тоже было, да. Ветеранов вызывали, тоже несли службу по охране общественного порядка. Ну, стараемся, помогаем МВД, потому что сотрудников забирают в Казань на службу, на усиление. Да, на усиление. А мы уж здесь занимаемся охраной общественного порядка. То есть помогаем соблюдать порядок. И сколько лет вы проработали в этой системе? О-о-о! Так, сколько я? Двадцать. Двадцать лет. Кем? Все службы я прошел. Начинал с рядового, ушел майором. Я начала работать в декабре 80-го года. Проработала 32 года. Вольно наемной пришла, потом аттестовалась. И вот сейчас на заслуженной подставке. Настроение хорошее, надо помогать, раз соизволили. Ветераны МВД всегда на подхвате. Они с удовольствием оказывают помощь своим коллегам. С сотрудникам правоохранительных органов в охране общественного порядка на массовых мероприятиях в проведении оперативно-профилактических рейдов при патрулировании улиц. Индира Сайфулина, Булат Минязов, Бавлинское телевидение. С начала специальной военной операции жители Бавлинского района собрали сотни тонн гуманитарной помощи для бойцов. Помогают чем могут. Продуктами, деньгами, вещами, строительными материалами и запасными частями для автомобилей. И даже техникой. Среди волонтеров есть и Светлана Федотова. Она отправляет на фронт домашние пирожки. Гуманитарные миссии не теряют своей актуальности и по сей день. Неравнодушные люди продолжают оказывать посильную помощь. Так и Бавлинка Светлана Федотова, когда нужно, с утра до поднего вечера, печет пирожки и выпечку для бойцов. Объявили, что сбор идет гуманитарной помощи. И написали, что если кто есть желающие, выпечку домашнюю... Мне как будто это... Включилось что-то во мне. Первый раз у меня маленькая партия была. Потом один раз пирожки не получилось спечь, блинчики отправляла. Самая большая партия была, вот крайний раз отправляли, когда с афганцами. Там почти 300 штук было. Лепить пирожки – нехитрое занятие. На серединку лепешки кладешь начинку, прижимаешь края теста – и готово. Однако у каждой хозяйки есть свой рецепт и начинка разная. Сосиски в тесте я делала и с картошкой, и пончики. Потому что побоялась, еще тепло было. Капусту такой вот не стала делать, чтобы не пропало. Сосиски, думаю, обжарила. И потом уже пекла их. Думала, что это наверняка точно дойдет. Пончики делала. Ну, пустышечки такие-то. Обычно так, картошка, капуста, сосиски в тесте. Если начинка заканчивается, то пустышками, пончиками. Женщина уверена, ее труд ценится на передовой. Ведь каждое испеченное с любовью изделие – это запах родного дома, где ждут бойцов. Отзыв пришел. Видео прислали. Спасибо большое передали. Так приятно было вообще. Не ожидала. Я, да и раньше я была уверена, что они доходят. А сейчас уже, когда и видеообращение пришло, так вообще крылья раскрылись. И мне кажется, вот если поедут, успею я. Значит, я отправлю партию еще одну. Светлану окрыляет и то, что военные дают обратную связь со словами благодарности. С новыми силами она снова приступает к приготовлению домашней выпечки. Спасибо большое за пирожки. Очень вкусные. Попробовали. Из города Бавлы, от Светланы Федотовой. Спасибо огромное. По словам Светланы Ивановны, их семья гордится своей страной и достойно встала на защиту Родины. В разные годы мужчины из этой семьи проходили службу в рядах Вооруженных сил России. Ну, у меня в семье трое афганцев. Один чернобылец. Сестра, зять и брат афганцы. И, получается, средний брат в Чернобыле был. Как раз служил он в это время, когда была авария. Так что у нас семейка героическая. В ближайшее время из Бавлинского района отправится очередная партия гуманитарной помощи. Светлана Федотова планирует испечь еще больше пирожков. Она уверена, только сытые и ни в чем не нуждающиеся бойцы сильнее и быстрее приблизят победу. Индир Сайфулина, Балат Минязов, Бавлинское телевидение. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды и выпуск на татарском языке. До скорых встреч на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Исен Мисисис, эфирда хаберлер чырарылышы студиида Сюмикя Климина. Олға таба қысқаша. Зоманан ешеккін олға кетсе де ол негізе куплеп мол осыраушылар. Шунды ғойле Салих олында яши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Салих ол жереблен бейлеп, шақси ердемші хұжалықларында куплеп мол туар осыраушылар кішілерніңді бейрәмі? Салих олында ойыруша ондығы ерлер көп. Олдағы сюжеті біз ол тұрмышын өз иткен. Хызмет сүйушен Раушания әм Илнур Зарияфлар тұрында. Олларда тірлік осыраушылар кемеген соманда Салих олында куплеп мол туар осыраушылар шоқты. Тұрыш ғызмет сүйушен қалық еші берді. Илнур Хамраушан Язарияфларының шақси ғұжалығында да оң баш мүгізлі ретірлік бейхесап сары қам құшқырт бар. Күнні түнгі елғап ішіләмесен, нәтижесі болмай. Мен ерте тұрам сәады дүртті күн башуан айынды біздің ауылда. Мен елінші шығып шыл сұйырларын сауам. Бұл еңгесі күнді біздің дүртті сұйыр. Күл білен сауаме, дайылны апарат білен сауам. Бұл шыл программы бұл еңші бізге апарат бірілді. Бізді бізді апарат бар енді. Рәхмет аларға. Ол халқын құрамет етіп, ішін күрі біліп, Мы хотим дать дайлы не аппарат, потому что мы хотим дать рахмет. Мы хотим дать его использоваться. Они в Кожевике обзарелы илсанжи сфекцией лапы и аптыра. Малтуармы омайлы шоргаларда осырел. Мы хотим дать 40-50 бройлер. Продолжение следует... 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 И так же как тогда кружится голова И нисколько мы с тобой не постарели Только головы недолго повелели Отгружат или отпоют свое метели Снова будет, будет снова звон капели В глазах твоих родных заметная усталость А на висках твоих осенняя роса Но ты не верь тому, что к нам подкралась старость Поверь, что в жизни есть такая полоса И нисколько мы с тобой не постарели Только головы недолго повелели Отгружат и отпоют свое метели Снова будет, будет снова звон капели Династии ведут С тобой мы разделили Делили пополаме радость и печаль И даже седину С тобой мы разделили Да что там сидит Не напускай, блестит мне жаль И нисколько мы с тобой не постарели Только головы недолго повелели Отгружат и отпоют свое метели Снова будет, будет снова звон капели Отгружат и отпоют свое метели Будет снова, снова будет звон капели Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok